Так, видеоотзыв для инкубатора. Зовут Гривицкий Юрий, я из Республики Беларусь, сам из деревушки возле города Сморгонь, но большую часть основательной жизни, наверное, все-таки провел в Минске. На сегодняшний день работаю в компании FindSpace. FindSpace сейчас лоцируется в городе Вильнюс, раньше были в городе Минск. После известных событий пришлось переехать. До периферикации программиста работал, как работал, служил в органах проничной службы на фитерских должностях. Потом понял, что надо в этой штатуре жить не менять. Появился небольшой круг общения с веб-разработчиками, которые посоветовали двигаться в эту сторону. Самостоятельно изучал HTML, CSS, нативный JS и понял, что можно гриппсить в одиночку очень долго и надо какой-то курс взять. Начал искать, ну не курс, а направление, потому что информации в интернете было слишком много. Нужно было структурировать и потреблять правильными порциями. Где-то я увидел рекламу ролика от димича, то есть как освоить веб-разработку. Ну и, соответственно, благодаря таргетированной рекламе вышел на эти инкубаторы. Ну, изучил, наш ТМС SSJS, взял курс по фронту. Бэкона, насколько я помню, на тот момент еще не было. В инкубаторы поступил в июне 2020 года и трудоустроился я в декабре 2020, там, по-моему, 6 месяцев и отучился. То есть закончил пятницу и перешел в субботу. По правоустройству. Собесился, по-моему, в E-PAM, IT-HARD. Ну, вот тот момент был такой переходный. Я еще заканчивал свои отношения с армией и пытался уже устроиться. Там, не помню, на первом Собеса 3-4, может 5. Я понял, как их проходить. И потом вернулся российская компания Креатив на удаленку. Джуна. Предложили ZPM около 1000 долларов. Я думаю, для первого оффера прям гениально. Ну, очень круто. Потом расскажу, в чем был прикол. Английский для трудоустройства, соответственно, ну, он, как бы, наверное, подразумевался, что ты его должен знать. Но он был на уровне, наверное, А2. Потому что вообще в школе я учил немецкий. Только в институте у меня был английский. То есть пять лет мы его учили. Но поскольку военный вуз, теория педагогики, там, оставляет желать лучшего. Ну, соответственно, работа для его свойства не сильно повлияла. На некоторых Собеса спрашивали, там, готовил листочки, какие были проекты, твои хобби, твои увлечения. Ну, в принципе, и так пытался трудоустраиваться. Соответственно, поскольку первая компания, в которой я работал, это была российская. Ну, соответственно, понятно, русскоговорящие сообщества, английский там, ну, нужно было для чтения только документации, на самом деле. И на практике, ну, в работе он практически не применялся, только, ну, за исключением доки, почитать какие-то инструменты. Так вот, первое место работы, это компания Креатив российская. Все там, помню, прошел нормальный Собес, все, мы предложили оффер, спросили, сколько денег я хочу. Ну, я назвал скромно 700 долларов, они спросили, что так мало, ну, и предложили там близко около 1000. Я такой, окей, работаем. Ну, была удаленка, что, наверное, для первой работы не очень, но никто от оффера не отказывается. Ну, и начал работать. Были разные проекты, там, мы работали, как я понял, на подряде у банка открытия. Надо было делать лендинги, калькуляторы. Самое сложное, наверное, что я делал, это график на D3GS. И насколько Джону, насколько я помню, было довольно-таки тяжело во все это влезть, но приходилось работать где-то по 10-12 часов, чтобы все успевать. Ну, благо, был нормальный лет Саша, ему огромный респект за это, конечно, что он сопровождал. Но со временем понимал, что отраски довольно-таки, ну, грузились тяжелые, потому что надо было принимать и архитектурные решения, ну, не по джуновским меркам, на самом деле, задачи, как я сейчас понимаю. Поговорил с менеджером, да, сказали, ты на джуновской позиции, все нормально, но поскольку мы работали с субподрядом, были разработчики вот этой компании и были разработчики от банка открытия. И они очень удивлялись, когда когда-то у них задавал, думаю, стимбазовые вопросы, то есть, надо сказать, джуновские вопросы. Здесь я сменил что-то не то, и путем коммуникации с разными PM-ами, HR-ами я понял, что они меня продают на позицию middle-plus. То есть, они взяли джуна после курсов на middle-plus позицию. Ну, соответственно, понятно, с стороны нанимателя возникали вопросы, почему ты это не успеваешь, что-то, ну, не успеваешь делал, хотя работал очень довольно-таки много и тяжело. Так, проработал я в этом режиме полгода и понял, ну, нахрен, надо менять, ну, потому что, ну, довольно-таки тяжело. Ну и, соответственно, после всего этого пришел на текущее место работы, где не удаленка, где нормальный офис, нормальная команда, специалист, ну, то есть, там, как сказать, кровавый аутсорс, а здесь более продуктовый подход. И уже появилось нормальный стимит тасок, то есть, пошло гораздо все лучше. То есть, полгода такой, ну, действительно, наверное, подходит все-таки кровавый аутсорс. То есть, это помогает посмотреть на разные модели ведения бизнеса. Что у нас дальше по вопросам? Текущее место работы это компания FindSpace. Ну, а вообще, это был Webspace, потом FindSpace. Оно три реорганизации претерпела. Туда я пришел на текущее место работы после React, как React Native разработчик. То есть, я знал, в принципе, React. Мы сказали, Native за полтора месяца выучишь. В принципе, как и произошло. То есть, пришлось поменять немножко React на React Native, далее MacBook, ну, и вперед и с песнями. В принципе, зашло очень легко, ну, потому что все аналогии, только тут добавляется более, ну, более широкий инструментарий для разработки. Ну, то есть, делал прилагу в сфере красоты. Работа с картами, вьюхами, листами, галереями, там, от авторизации до просто отображения данных. Был довольно интересный проект. Повезло то, что проект был с ноля. Очень хорошо кочнуло, на самом деле. В связи с недавними событиями, пришлось поменять стек технологий еще раз, потому что этот проект, на котором я на React Native писал, его приостановили и сказали, что берем еще один новый проект, но, соответственно, новый стек технологий. То есть, там у меня был React Native и MobX, ну, соответственно, со всем новостным. Текущий проект — это уже Flutter, ну, Dart Flutter. И из-за того, что, в принципе, у нас был TypeScript, Dart, он не сильно отличается. И вот эти все подходы в React Native ты можешь приложить на Flutter, там, ну, там просто ВОП, правда, на самом деле. И такой смена стек технологий тебя, то есть, на самом деле, очень хорошо подкачивает. То есть, чтобы я сказал, не бойтесь менять стек технологий, потому что вы можете более широко взглянуть на все, то есть, как это все работает. На самом деле, что очень прикольно, от инкубатора ты не становишься не просто фронтенд-разработчиком, на самом деле, как я говорил, а программистом. Зарплатка. На первой работе, ну, как я условно обозначал, то есть, мы держались в районе тысячи плюс-минус, работа была отдельная. То есть, у меня был там рабочий час, и вот за этот час была фиксирована ставка. То есть, я получал фиксированную денежку. В инкубаторе, на самом деле, пошел по программе очень ровно, неделька за неделькой, месяц за месяцем. Если возникали трудные вопросы, обращался к менторам, но довольно-таки это возникало нечасто. То есть, когда уже появлялись более сложные схемы, темы, где-то там уже немножко путался. То есть, может, раз-два в неделю на обращение. В принципе, программа зашла до маленьких легко. Что помог инкубатор, соответственно, приобрести? Наверное, трезвый взгляд то, что у нас вот обычно, особенно в Беларуси, то есть, наверное, может, и у всех есть. То есть, программисты — это сложно, это математика, это физика. Вы туда не потянете. Наверное, инкубатор помог преодолеть это. Ну, то есть, показать, на самом деле, сложные вещи простыми словами. И это понимание довольно-таки легко ложится к тебе. Для инкубатора, блин, улучшения. Давно, наверное, выпал немножко с инкубатора. Не знаю, что там сейчас. Там вроде как поменялось, и бэк завезли. Я думаю, Димыч держит руку на пульсе с обратной связью. И, соответственно, делать более лучший продукт. Ну и, соответственно, закрытый клуб, наверное, как одна из этих этапов. Для тех, кто обучается, ну, мой совет — не останавливайтесь. Как бы ни было тяжело, идите вперед. Немножко предустали, сели немножко отдохнули, идем дальше. Дальше будет только тяжелее. Ну, то есть, легче. План на дальнейшую карьеру, ну, соответственно, началось в веб-разработке. Сейчас плотно на мобильную разработку. Пока плывем в этом направлении. Пока Flutter, может быть iOS, может быть Android. Не знаю, время покажет. Все. Всем пока.